Поехали! Поэтому, к сожалению, закончилась лофа, когда киевское время было эквивалентно московскому, и теперь мы снова живем в немного разное время, и поэтому нужно немного адаптировать время моих трансляций, но мне кажется, что для тех, кто живет в России, наоборот, только удобнее будет смотреть мои стримы, потому что теперь они просто будут начинаться в среднем на час позже, вне зависимости от каких-то моих обстоятельств. Наверное, чем позже они будут начинаться, тем удобнее будет смотреть большинству моих зрителей. Так, вроде бы все хорошо, да? Никто ни на что не жалуется, нет у нас никаких технических проблем, значит, можем спокойно концентрироваться на игре. На первой на сегодня игре, в которой нас ждет игра против Терана, ну, чтобы вам показать такого нового интересного. Я даже не знаю, я очень хотел бы как-то вам показать циклонов, как-то их активнее использовать, но я до того разочаровался на прошлой трансляции циклонов, что теперь я даже не знаю, буду ли я их когда-то использовать, потому что то, что я увидел, этот сущий кошмар, где циклона один в один уничтожил Оракул, ну, честно говоря, это было просто выше моих сил, и теперь я даже не знаю. Как мне вернуть, как циклоном вернуть мое расположение? Не уверен, что это возможно без каких-то кардинальных изменений от Blizzard. Ну ладно, это, наверное, тема для отдельного разговора. Надо мне как-то вот аккуратно поставить на патруль товарища, чтобы... Поставить товарища на патруль, чтобы не залетел рипер соперника. Ну, рипер соперника вроде бы нигде нет. Слишком тоже не стремится... А-а-а! Только бы дожить мне до танка здесь. не ну вы видели как он он просто взял и улетел ладно наконец-то у меня есть танк ничё так начало да ничего так я раскликаю сейчас ними девак бы ищу билдец товарищи а а и а и и и и и и Нормально у него всё дома. Да, что ты будешь делать, ну? Не достаточно минералов. Ну, так как я позади, то дальше надо рассчитывать, наверное, на меха, а не на био. Не достаточно минералов. Нормально у него везде. Не достаточно минералов. Не достаточно минералов. Он знает, что я где-то дома. У танка в неразложенном состоянии ДПС больше. Поэтому... Это вообще странная идея. Убивать мои танки вот так вот. Нахрена. Что с чем? О! 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 Ч lit, сам... С respond с кейсом.... С오ка готовит нас! Давно испугает нас! Война Käve. Чtin! Это был ян Battle Monster. Давайте попробуем еще раз мастдропнуться, вот у меня еще танк есть. Все, погнали. Как вы понимаете, мне, чтобы вернуться в игру, все-таки нужны какие-то... ...решительные шаги. Да, достаточно решительные, по-моему. Понятно. Он где-то не здесь, кстати. Утащил танк, убил ему какое-то количество рабочих. На этом мои достижения заканчиваются. А-а-а-а! У меня армори нет, и я этих парней заказывать не мог. У меня в итоге скопилась куча денег, с которыми я откровенно не знаю, что мне делать. Ну как? Не знаю. Не знаю, конечно, что мы потратим, но сам факт просто. ГРУ-а-а Чё, прям мариками? Хватит ему войск. Ну, хватит для меня. что тут еще за и где мой армари ну я же давным-давно должен был заказать почему это вот так происходит это такой провал что и армари так и не построил за все это время это просто слов не реально тупо нет слов давайте попробуем закрепить наше положение хотя какой-то такой шаткой да а это уже здесь все заканчивается good news в кавычках конечно вроде бы там нормально можно наконец-то сделать некая сейчас никуда лезть нельзя ни в коем случае надо просто сидеть и копить ну вообще либератора это полная фигня зря он сюда его вообще мало ха вам даже скажу я даже сказал что его очень мало как будто бы сейчас дроп пойдет вот такой калорийский наскок я уже может и зря придумал но честно говоря да ладно 2-2 у него а мне же вообще 0-0 типа да где-то 1-0 доделались ну ладно зря я все-таки там полез конечно нельзя было ни в коем случае ну как просто у него действительно армия была маленькая ведь я вышел вперед по армии вэлл и блин что же я надел у него реально была маленькая армия но просто я не посмотрел что у него были апгрейды 2-2 вот в чем трапу то есть на глаз я видел что марма сильнее это было правдой но на глаз же ты апгрейды не оценишь надо было на апгрейды посмотреть и этого не сделал но в целом честно говоря вот эта фигня к это с либераторами начал делать что это билд был просто два быстрых барака да 17 на 28 мне это очень сильно был позади но я молодец на самом деле что я такую игру смог в итоге вытащить не вытащить хотя бы вывести во что-то адекватное тут потери у меня фантастические были 27 на 37 я был так далеко позади что просто кошмар ну в смысле понятно что более-менее выгодно вот это видимо был хороший для меня момент он не выходил на третье он не выходил на третье у него уже заканчивался мэй у меня тот момент был очень хороший вид здесь он явно потеряет очень много рабочих на том что забьется а вот это был момент когда у меня все стало неплохо с учетом того что я сохранил свой индивак 49 на 34 у меня есть третья база у него нет блин ну вот конечно очень обидно что я в итоге эту игру отдал вот из такого положения я очень здорово вернулся в игру сейчас понятно да что у него армии сопла я больше и поэтому здесь я буду терпеть просто нереально но во многом это из того что я арморю своевременно к сожалению не поставил ну это у него уже сейчас да у него один один и у него два один доделывается и конечно естественно я вот армори моя ее до сих пор нет я уже должен был свои хотя бы 1 0 да я там как-то еле-еле что-то придумал он еще и мулов плохо кидал я все-таки лучше макроси чем он но он третьей граиды делает да ну вот он свое начальное преимущество смог интересно граиды подложить здесь я уже впереди по лимиту ну вот вот начиная с этого момента это уже моя игра просто не надо было никуда лезть моя если я не попадусь на масс-дропы какие-то не ну вот вот это конечно я зря я вижу что тут маленькая армия ну тут блин извините меня конечно но 33 марика и 3 танка против 11 танков 11 хилбатов викингов это просто смешно по 3 марика на танк лол конечно у меня газовый армии value больше минеральный такой же как у него кто-то еще плохо танки разлаживали все это плохо сделал да вот этот момент был показательным очень жаль я еще и там апгрейдов не дождался прям по своему анти таймингу подрался это конечно неплохой игрок но это не то что вот прям вот я ничего не мог сделать да и он всего-то навсего там много мэла с такими мы должны справляться не совсем но ну так интересная игра на самом деле получилось я бы сказал даже довольно полезная полезная просто с той точки зрения что теперь мы представляем что есть такой забавный билд в начале с двумя бараками с рипперами и надо как то вот к этому готовится полезно еще с той точки зрения что я в принципе понимаю что танки хилбаты викинги абсолютно нормально работают против такого био более того я бы вообще не сказал что тот состав армии который он делает что он будет работать глобально понятно что мародеров немного ослабили но совсем чуть-чуть особенно с учетом того что я не делал армора у него были апгрейды на атаку поэтому можно даже считать что мародеры лотовские в этом плане ему бы помогли ничуть не меньше чем мародеры ходсовские сейчас мы играем за вп ну за вп конечно пока я думаю у нас с вами должно было сложить очень странное впечатление то есть с одной стороны это матчап в котором ты вроде бы нормально понимаешь что делать и за то и за другую сторону но с другой стороны вот как не поиграешь за какую-то из этих раз так все время другая имба и кажется и более того есть ощущение что не просто так то есть если говорить о протосах то они ужасно страдают от люркеров и для того чтобы от них не страдать они там предпочитают идти в масс-воз строить скейнер например в пинку шанс соответственно если говорить о зерках то они очень сильно страдают от дисрапторов и чтобы не страдать от дисрапторов они стремятся закончить игру пораньше как раз с люркерами для того чтобы не успела скопиться крит масса этих самых дисрапторов поэтому получается такая игра в которой сложно сориентироваться если ты не очень хорошо понимаешь тайминги вот тех же люры тех же дисрапторов приходится очень многие вещи делать наобум даже не потому что ты не можешь что-то разведать можешь разведать но все равно знание тайминга само по себе не приходит ладно собственно говоря я очень хочу попробовать одну штуку в этом матчапе я хочу отдать первого оверлорда чтобы точно знать будет ли там старгейт если его не будет я попробую сыграть в рейвейджера лингов а если будет то наверное мы пойдем в суперфаст люрук да да как то так ну давайте смотреть вообще можно какой то дроп люркеров попробовать но просто если там роботикс то в этом очень мало смысла уже пилон поставлен здесь с одной стороны конечно для меня это не очень здорово но с другой стороны поедине должно быть более-менее опс это я придумал и вот это я тоже зря придумал я хотел успеть обмануть пробку но помню я ее не успел обмануть и это очень плохо итак моя цель как вы помните понять есть ли старгейт старгейта я не вижу вижу опять все плохо теперь лейт ну что я сделаю если вот такая вот ситуация Грустная. Будем ставить спорочки. Дурачок. Спорку ставь. Я хотел попробовать атаку с реведжерами, но в ней нет ни малейшего смысла. Господи, за видение. Там еще и феникс. Матери боже. Не хватает энергии. Ну тут у меня вроде нигде оверлорды не раскиданы. Да, у меня больше никакой инфы нету происходящим. Ну, мне она и не нужна по идее. Тут просто клепать много-много гидры. Не хватает энергии. Мы требуем больше минералов. Мы требуем больше минералов. Мы требуем больше минералов. Все-таки колоссов сейчас мало кто быстро строит, правильно? Да и вообще выйти в опасных для гидры юнитов колоссов, дисрапторов, он, я не думаю, что успеет. Все понятно. Вот он как раз идет в третью базу. Мы попробуем его пропушить. Все предельно просто. Не могу сказать, чтобы я успевал с плюс один. Но в конце концов... Не взборачивайтесь. Уже имеем больше минералов. Мы требуем больше минералов. Сейчас, ну говоря, плевать. Если хорошо подумать, то мне на это плевать. Мы требуем больше минералов. Вот главное, что мне гидру как раз не перехватывает. Дальше Лёркер Дэн. Ну, пока мы его просто там заставляем тратиться на всякие оверчарджи, шмоверчарджи. Они прошли. Сейчас он ещё раз их угробит, естественно, боже, тут H3. Зато без Гардиана. Да, смотрите-ка, они выключаются на самом деле очень быстро. Ну ты, козел. Я уже нанёс достаточно лемеджа и могу строить дальше дронов. Кематика и шпиль на всякий случай. Да и вообще... Не, ну, наверное, мне надо готовить переход в муту, я так думаю. Всё, я уже не хочу туда долезть. Единственное, что хочу поставить за четвёртую паску сейчас. Сейчас у меня будет люра и можно будет уже как-то повеселее играть. Пойдём снова вперёд, там чё-то попробуем подоказывать. А сейчас-то я чё ему докажу? Ничего не докажу. Слюрой. Давайте мув сделаем, дропчики потом какие-нибудь, да? И внезапный переход в муту. Ну, может, не очень внезапно. Как получится. Тут, смотрите, какая тактика. Нужно их закапывать в шахматном порядке. Какой ты молодец просто. Та ты. Видели, чё там происходит? Нет, они были. Наши силы на них. Ах, так, все понял. Да, 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 ты здесь молодец. Все, что ты ко мне сделал. Наши силы, я under attack. Ну-ну-ну, достаньте. Есть контакт. Расплетелись и второго. Есть. Слушайте, ну можно убивать все-таки процесс с дисрапторами. Хотя мне, конечно, ужасно повезло, что он поперся там туда хрен знает куда. Затем непонятно зачем. Просто увидел, что я ставлю золото и решил, о, отлично, пойду-ка я это золото убью. Ну, так StarCraft не очень работает. И в этом плане, конечно, мне сильно повезло. Но, по-моему, у меня и так была очень неплохая ситуация. Прежде всего, с той точки зрения, что я уже получил хайф, у меня был бы адреналин. Дальше бы я его начал более-менее активно дропать. То есть, в принципе, я не думаю, что он там мог бы дальше сильно меня как-то напрячь. Конечно, если бы он дальше копил дисрапторов, то у меня возникли бы проблемы. Но я все равно планировал переход в воздух. Так что, в принципе, я считаю, что эта игра прошла для меня неплохо. И, в целом, можно сказать, что рисунок такой, знаете, более-менее в голове имеется. Я смотрю, у нас появились на Твиче англоязычные зрители почти традиционно. Зона, to all of you English language viewers, if you have any questions, you must ask. I'm working for Russian language audience, but still, I can answer your questions, if you have those. Каких юнитов я должен строить? Ну, понятно, что сейчас там играют каких-то блинг-сталкеров-дисрапторов. И мне извините, конечно, но блинг-сталкер это вообще единственный юнит, которым я не пользовался фактически в Heart of the Swarm, потому что мне тяжело нормально контролировать бутинком на уровне, который будет соответствовать моей лиге и уровню моих соперников. Это во-первых. Во-вторых, ну... Давайте как-то вот так. Во-вторых, собственно, здесь еще проблема, связанная с тем, что просто блинг-сталкер очень неплохо контрился. О-опнингами через голый робо. Имморталами с переходом в дисрапторов более поздним блингом. Ну, тут тоже мне очень понятно, как нормально открываться. Ну, то есть я действительно в легкой такой растерянности. Я вот единственное, что умею, это строить керриеров. Building carriers is useful skill to have, как говорил один известный корейский проц. До сих пор так, знаете, весьма useful получается. Но... Как бы на это много мозгов не нужно, все равно нужны какие-то альтернативы, которые мы сейчас будем с вами искать. Нет, я не хочу строить адепта. Сразу давайте откажемся от юнита, который, ну вот, не очень сильно мне импонирует. Всего можно построить, но зачем? Зачем, если я из-за него не извлеку пользы? Разведка, вот у меня, пожалуйста, что-то будет. Разведка, он... Вообще без тормозов там тоже играет. Давайте на дурачка, вдруг у него газа нет. Да, не плохой, там нет. Ну, что я могу сказать? Ясно, понятно. Здесь тоже пилон нужен, минеральные линии. Да-да-да. Вот, я нашел мою пробку. А, что? Ну... Робо, я так понимаю, хочешь не хочешь, ставить придется. Я пробовал робо-блинк на прошлом стриме, мягко говоря, не сработал. Может быть... Вообще я хотел бы глухую стенку, так, между нами говоря. Для спокойного мидгейма. Возможно, это странное желание, но вот таковое у меня не имеется. Ничего не могу с собой поделать. Что еще? Варжа для апгрейдов явно нужна. Ну, давай. Че скажешь? Ничего не скажешь. Ну, опять. Это ты правильно. Сейчас просто возьму и перекрою снабжки. Помога-то отличная идея. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, мне оно очень нравится. Ага, ага, ага. Во-во-во-во. И что? Что теперь? Ну, суть предельно ясна. Что он делает? Как вы думаете, а может ли это быть с керриера с его стороны? Ну, ты сумасшедший. Тебе вообще так дико повезло, что ты тупо улетел, бро. Да нет, не керриера. Ну, ладно, есть одна идея. Давайте только... Так, сейчас сделаем. Давайте сделаем вид, что еще, ну, как бы, не легоси вот, а вот, что зрители проголосовали за Heart of the Swarm. Пошло время пустить немного другие вещи. Ииии, в общем, просто пойдем в третий Нексус, параллельно следуя Чардж. Я не знаю, насколько это хорошая идея, но... Просто... Я действительно не очень понимаю, что я могу сделать более толкового. Просто давайте вот посмотрим, будет это работать или нет. Он сейчас будет строить Дисрапторов, явно. Ну, вот. Окей. Я не хочу строить Дисрапторы. Что? Потому что, ну, я из этих Дисрапторов просто не извлеку никакой пользы. В общем, давайте. Четыре Иммортала, Обсервер, Призма. И идем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, у меня есть, как водится, хорошие и плохие новости Хорошие Мне сейчас доделается плюс два У меня тут куча кудров И пока что его залпы десрапторами были опасными Но не смертельными Пойдем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня тут еще нет пилонов Ну, что вам сказать Думаю, он меня просто перемикрил здесь Ну, и плохо, что он сам собирался играть агрессивно Ну, вот видите, у нас был равный армивеллу И потом он просто начал ничего не терять, а я начал терять кучу всего 207 АПМ, а там контроллер 666, ну и он, конечно, перехалявил меня вначале Сильно довольно Ой, блин, я просто не знаю, что мне строить в PvP Сейчас он играл довольно стандартный микс Микс блинг сталкеров с десрапторами, там, с парой иммортал в начале Ну, он просто вот Просто играл самое стандартное лотовское PvP Логика использования зилотов Кто-то может подумать, ну, нахрена зилоты Заключается в том, что, вообще-то, у зилотов ДПС больше, чем у сталкеров И чардж зилоты, блин, к сталкеров при более-менее равной стоимости армии Ну, скажем так, зила Архон Вполне могут переигрывать, если там сзади еще есть какие-нибудь имморталы за их спин А десрапторы, да, они, конечно, очень жестко будут убивать зилотов Но подумайте над тем, что вот этот скилл десраптора, он бьет с клэшем и по своим И когда зилоты вгрызаются в гущу армии протаса То ты не можешь стрелять сам по себе То есть остается только стрелять по имморту Но я толком не смог собрать вообще свою армию как-то там воедино Потому что, ну вот, потому что просто Он довольно рано пришел С блинком, пока я там сидел, думал, что мне как мне делать Он просто пришел Я думаю, у него даже не было апгрейда То есть у меня был уже плюс два на атаку, я делал плюс три У него вряд ли было хоть что-то, но Не помешало ему Очень даже здорово себе показать Так, ну В общем, что касается ТВП Я очень долго думал, чем мне делать с этим матчапом С которым у меня реально все плохо Я пришел к выводу, что просто мы будем Пытаться делать максимально активную ставку на Либератор И... Начнем буквально с этой игры Не-не-не, слушай, ты что такое думал? Как раз завязаны Беспрокси, пожалуйста Я за беспроксивый Старкрафт Наконец-то! Да, this better be good! С точки зрения блокирования его тайминга. Ну, по крайней мере, я буду знать, идет он там глобально в третью базу или не идет. Ой, это что такое? Честно говоря, я собираюсь построить танк просто для того, чтобы отбиваться от различных, там, призм, прочих приколов. Вот тупо по танку в минеральную линию ее построю. Скандарь. Отлично. Отнюдь не ранний Старгид, что для меня вообще очень здорово. Я мог достроить ту инженерку, но... Ну, нет смысла. Отлично. Простой. Там нет смысла. Отлично. 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 Не готовы! Это лучше будет хорошо! Не готовы! 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 Честно говоря, я плохо отыграл в этом эпизоде, но мне повезло, что он тоже молодец! Шо, делаем танк! Делаем апгрейд! Устанавливаем рабов на газон! Либератор! А, либератор пока нет денег! Чуть жаль! Второй это неожиданно! Но он не стал лучше контролить, поэтому не нужно. Возвращаемся. Прям на все денег-то не хватает, да? Мулы какие стали, вот, ватные. Вот это то, для чего я строил танк, пожалуйста, полюбуйся. Да, какой ты молодец. Потому что на минку прям... Молодец, вот так и надо сделать. Вот это ты профессионал. Ну вы посмотрите на это чудачество, да? Все в порядке у пацанов. Просто взял нахреначил адепта и пришел убивать. Ну вот. Хорошо, что я хотя бы сохранил. Танк для начала. Мне стим. Танк нужно вычинить. Он там опять напоролся на мину, как красавчик просто. Давайте, что ли. Теперь у меня, конечно, ни на что нет лимита, но, в принципе, у меня есть армия достаточная для того, чтобы вот эту всю фигню убить. Я так надеюсь. Третьей базы у него нет, мы это знаем. Он так и не говорит, что я сейчас... Ну, 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 ну. Блин, ну там, конечно, такая жесть. Ну что это за... То есть даже танки это не гарантия, ясно. Самое обидное, что именно к этому билду я готовился и все равно я проиграл. То есть ладно, я бы играл просто в чистое био, был бы не готов и сказал бы, а ну так, я просто не подготовился, мне надо построить танки. Нет же. Всем гейток, ну да. Я что-то же призму бил, блин. Я не знаю. Чем сейчас отбивать Хараса адептами? Вот я думал, что танками, которых, во-первых, ДПС огромный, во-вторых, естественно, по ним адепты очень слабо бьют. То есть, вы видели, он там 15 адептами выстрелил, пробил треть ХП танка. Все равно этого мало. Я хрен знает вообще. Когда циклоны были нормальные, я это все контрил циклонами, но сейчас это вообще фигня. Не знаю. Ну, по-хорошему, видимо, зря я инвестировал в факту, в Старпорт, потому что в итоге... Ни хрена мне не дал ни Медивак, ни Оператора, хотя... Не знаю. Очень-очень-очень тяжело что-то говорить конкретно. Мне пока, видимо, просто не хватает игрового опыта. Вот если я хотя бы штук пять игр против такой фигни сыграю, можно будет уже выработать что-то конкретное. А так, ну, я не знаю, что нужно сказать. На бумаге и танке, и Медиваке это очень здорово против адептов, потому что можно... Во-первых, у вас есть юниты, которые адептов типа контрят. Во-вторых, можно спокойно ретироваться с поля боя, не боясь что-то. Если ты даешь бой, то это уже твой последний бой в игре, как это практически всегда происходит сейчас с адептами. Вот, то есть, опять же, на бумаге это великолепные юниты, и все, вот. Но, на практике... Че-то... Ну как, Медиваки-то мне вроде помогли, и танки вроде помогли, но... Просто было мало ДПС. Не знаю. Че вам вообще надо сказать. Хорошо. Вот интересно, если бы он вместо адептов варпал зилота сталкером, я бы умер или нет? Было бы здорово переиграть этот реплей, чтобы варпались не адепты, а зилота сталкеры. Вот очень интересно было бы, я умер бы или нет, потому что это позволило бы ответить на нескольких очень важных вопросов. Че, серьезно сюда летишь? Че, серьезно сюда летишь? Игнор. Ум. Я в атаке. Мы требуем больше минералов. Наши силы подавали. Наши силы подавали. Наши силы подавали. сейчас нужно действовать следующим образом если мне угрожает опасность значит заказываем ручки нет четыре муту вроде как все очень тихо он выехал ставить 3 3 не ставлю его это должно полностью устраивать поля вы не допустим шпиль только поставлен устроим только пять моталисков и дальше делаем вот такие вот два апгрейда потихоньку убираем с карт оверлордов потому что воздух мы ему сознательно отдадим где там я могу поживиться тобой могу поживиться думаю я сейчас интересно дару набил попробую исполнить пробежал бежали парни морфица он то понятно что делает он выигрывает время для своих металлистов у меня уже есть гидра буквально одна спорка на спорка гидра уже с мулом гидра уже с дальности и гидра уже следующий шаг лерки дым Ничего нет? Ничего. Сейчас у него какая реакция? Делать Бэйнов, естественно. Мы говорим ему на здоровье, дружище. Делай. Потому что у меня скоро будет Люра, который контрит. Как тебе такое? Оверов в обиду не давать. Надо, чтобы камни меня не пробивали, потому что я довольно сильно могу быть въязвим кинопаком на два фронта. Это вы не переживайте. У меня сейчас очень мало гидры. Я вам доложу. Мы требуем больше этого гидра. Но... В общем... Нормально. Вот-вот-вот-вот-вот Бэйны побежали. Да, удачи. Ну, рингами только зачем я. Как раз ожидаемо это было, и... В принципе-то я готов. С Лерой своей. Я пытаюсь. А, я пытаюсь. Он так... О, в Aj! О, в Aj! Она-эта-та-та-та-та-та-та-та. Да! Угу. он только начал добывать в этом плане я в феноменальном положении абсолютно каком плане я не в феноменальном положении ну например в плане апгрейдов это довольно таки очевидно нюнчо сколько нам люркеров нужно будет я думаю так вот мы возьмем в атаку слушайте давайте выйдем в вайперов потому что там какое-то нездоровое количество просто нездоровое как королева выжила все о это ты за забежал четко забегание года больше забеганий пожалуйста потихоньку заканчивается не страшно в общем план такой просто выходим вайперов да ты чё делаешь инфестэйшн пит мне не нужно это ты зря ой какие бестолковые вообще какие бесполезные забегания посмотрите посмотрите какую работу люркеры проделывают да это просто фантастика мне конечно парабанч это вообще беда не знаю вроде там ну да у меня экономика как брудварная ладно нормально главное потом все расконтролить не нужна мне закопка ну что мы Ой, а Лёхер-то где? Фоман выигрывал, кстати, это сражение, но он не испугался. Ну и слава богу. Этих пацанок, я наоборот, все он не заметил. Фу. Чё-то совсем плохи дела с этими базами. Ну ничего, сейчас идём в атаку. Я верю в нашу итоговую... ...в итоговую мощь нашего войска. А вы как, верите? Вом, это вообще просто. Иди ко мне, иди ко мне. А-а-а-а-а-а-а. Да, это страшная тема. Все в одного роучка, даёшь. Погнали. Ну, сейчас посмотрим, что он со мной сделает теперь. Хату будем ставить, знаешь? Я сказал, хату будем ставить, нет? Ну, детка. Ну, детка. Просто держись. Я такое войско собрал, такое войско. А-а-а-а... А-а-а, где-то там... 4 3 да немало у них песок но сам факт ой нормально нормально по моему это сражение просто было лучшим что я сделала за все время игры в лего сел твой но я сознательно к этому шел то есть я всю игру так вот сидел ничего не делал на трех базах просто ради того чтобы в итоге собрать вот это увольте даже не 200 с какими-то вообще там говно апгрейдами непонятно блин все спрашивают что это было что это было в общем поймете что это было сейчас и поймете ну план был такой вот я видел что он идет более раннюю 3 что он идет в позднее относительно моего шпиль поэтому сначала я должен был металлистами получить небольшое преимущество но конечно рассчитывал на больше чем тупо отбиться от линга вот и хотел там оверлордов поубивать еще чего-нибудь такого придумать но пришлось удовлетвориться вот одним овером и этими линга бэйнами кстати с точки зрения потерянных ресурсов я тут мягко говоря выгодно разменялся да потому что я потерял одну плетку и все одного дрона да то есть здесь все было очень выгодно очень правильно потом логика была следующая он идет в муту он ничего не успеет толком придумать он еще пугается моей муты и ставит целых пять спорок и это безусловно очень круто для меня а я в это время просто строю кучу гидры прихожу убивая ему третью все именно так и получилось я правда боялся что он может уже меня встретить с бэйнами но он что-то очень долго тупил втыкал того как бы я ставлю третью базу он не ставит и сейчас он собирается играть естественно у мута линга бэйнов против моих гидролистов а я в это время уже иду в люру вот видите вот он как раз делает апгрейдному бэйн моя уже иду в люру которая бэйна в контре то есть я все время был на шаг впереди в плане технологии я считаю очень не хорошо играл с точки зрения планирования вот это просто это был бы супер фейловый налом у него если бы я вот такой фигни не делал 20 лингов не посылал бы на одного бэйна это просто супер контроль к сожалению но ничего особо страшного не произошло у меня уже качает третью базу воинкому я существенно впереди по газу несущественно впереди минералам это очень здорово конечно вот на мута лиски эти мне были не нужны честно говоря поэтому так отправил чисто повоевать отдаться мута лиски уже сделали свое дело могли уходить очень хорошее у меня сейчас было положение несмотря на определенную нехватку рабов которых у меня кстати было мало до самого конца но и вот сейчас я уже начал задумываться о хайве кстати говоря соперник хайв пошел намного раньше забыл все вот эти вот его налом и вот эта вся фигня это было все в минус потому что такие вот спорка санка люкские темы не пробиваются на мой взгляд что он должен был делать он должен был идти в борт лордов ну слонов конечно это тоже вариант но на мой взгляд плохой а так он хайп построил и и чё greater спайр надо было морфить если бы он заморфил greater спайр у него было бы намного больше шансов более того я думаю наверняка отбился ну а так вот я насосал шести вайперами ману бугага просто какой у меня сейчас какой у меня войска да тут у пацана уже паника паника а это я только одно облака кинул это я просто хотел прогнать муталискова не убить их на вайпер это вам не фухры ему а кстати говоря он то не глуп вообще-то дел greater спайр это я просто вовремя в атаку пошел еще чуть-чуть подождал там какой-либо брут лорд конечно против брут лордов эта штука тоже работает но не так здорово ну а теперь вот то что вы хотели увидеть то о чем вы мечтали набоялись спросить давайте вместе смотреть ну вот сюда давайте смотри сейчас у меня плюс 3800 было для начала сражения теперь он идёт вперёд посмотрите что происходит я накидал паразитик бомбы вайперами и обратите внимание на мутостэк не давайте смотреть на мутостэк видите да 24 муталиска видите 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 что с ними происходит они просто все сами умирают вот просто и они сами от этих паразитик бомб которые я на них набросил умирают смотри а земля в это время умирает от люры вот эти парни например на троих настреляли 21 киллз и теперь у меня плюс 10000 из плюс 3500 смачно это первая игра вообще в legacy of the void которые могу реально гордиться не на там были победы над корейцами конечно во времена ранние беты во времена там разного рода имбы но вот здесь было здорово здесь было красиво здесь было по старкрафтерски погнали дальше очень тяжело мне по-прежнему конечно успевать там в плане скорости вратительно быстрее legacy of the void чем heart of the form и ничего с этим не поделать это мы в целом в лотве я буду играть с наверно хуже чем в ход гмэл в лотве мне будет выйти на посложнее но с этим парнем я уже играл если помните на прошлой трансляции я запомнил только то что он не строит люкер как я против него играл один раз люрой пошел убил второй раз давайте знаете как на этот раз сыграем на этот раз давайте попробуем просто старых добрых роучи причем не добавлять рейвэйджера а просто пойти вперед голыми роучами с плюс один мувом таким прям реально быстрыми вот просто оптимизировать весь билд под роучи с плюс один мувом мне интересно что из этого получится то есть работают ли старые ход совские темы в этом матче давайте попробуем посмотреть ну просто не играть же к всеми одинаково не знаю правильно сейчас я этот билд попробуем в следующий раз еще какой нибудь а где овер уже пролетел и не заметил но это все равно первый овер то есть его отсутствие не должно наводить меня на мысли о чизе потому что при чизе отсутствует второй овер но само по себе довольно странно это ладно не знаю по себе вылетел только что овер Уже делается мув Почему? Слушайте, мурабов вроде Мне не нравится, увидено Это должна была быть опухоль Ладно, давайте С лингами пробежимся Смотрим, что как Сразу 8 лингов А за за, страшно Ну это я, конечно, блин Вообще молодец Тут ничего не происходит Ничего Давай, ставь уже свой криптумор Кисонька Лишь-то раньше была Ну вот, пожалуйста Гармер Кисонька 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 Ну да, как-то так. По идее это тоже может быть! Ладно. Все хорошо. Все хорошо. Полетели. Смотрите, как дела у пацана Вот еще какая зараза тут Что мы увидели? Да ничего особенного Ну кроме того, что Дроп Зараз К нам пришел так, хорошо Ситуация ясна Ситуация предельно ясна У нас есть плюс один У нас есть Очень хорошее войско И я думаю мы сейчас Устроим похотать Товарищ Ситуация предельно ясна Ситуация предельно ясна У нас есть плюс один Ситуация предельно ясна У нас есть плюс один Тем, конечно, но я еще слабree Это было сильно. Потому что он не отменил базу, я имею ввиду. Мы требуем всего этого. Сейчас у нас совсем другое завоза, как вы понимаете. Я бы сказал, принципиально. Я даже не знаю, как можно взять и перейти в Люру, допустим, внезапно. Чтобы тебя не пробили. Убиваются. Убилучение. Убили... Ну ладно, к правлеру. Уже дропы Роучи? Сильно. Ну ты не убьёшь эту штуку, откровенно говоря. Наши силы воплощены. Наши силы воплощены. Наши силы воплощены. Не хватит энергиии. Ну, это нечестно. Ну вот видите, как-то Переходить в гидроден, в люркеров Не стоило Надо было просто сидеть, клепать раучера Я явно имел Преимущество, которое отдал Это довольно очевидно, это стоит признать Естественно, оно заключалось Не в экономике, по экономике Я, наоборот, потом отыгрался А вот в том моменте, когда я плохо подрался у него на базе Но главная причина поражения даже не в нем А в том, что я начал очень активно инвестировать в апгрейды В гидроден, в люркеров Все это, конечно, лишнее Когда тут такая раучер-ревайджеровая дуэль Естественно, если бы он ко мне не пришел в этот момент То я был бы д'Артаньян Но это, на самом деле, как Ходсовская ЗВЗ, один в один вообще То есть там ты тоже играешь раучи на роучи Если уже играешь раучи на роучи То переход в гидроден Какой-то, как правило, очень прохладная история Только на хай-экономике Уже на лимитах в районе 200 Можно себе это позволять А просто так с бухты барахты Поставить гидроден, строить гидру нельзя Точно так же здесь Нельзя просто так с бухты барахты Поставить гидроден, там люркер, дэн морфит Это очень большие инвестиции Это просто роучи раучи раучеры Которых ты теряешь Ну, хорошо, мы сыграли два очень разных ЗВЗ Я надеюсь, что вам было интересно И несмотря на то, что матчап ЗВЗ крайне редко считают зрелищным Вы получили удовольствие Потому что мы старались, по крайней мере, играть весьма разнообразно Ну, а теперь пришло время другого матчапа Теперь пришло время матчапа, где правят баллы дестабилизаторы Мы попробуем сыграть довольно своеобразно Это мы с поздними дестабилизаторами С очень поздними Потому что все-таки Очень сильно страдаешь от муталисков Вот прям Жуть как Зараза Что если Вот просто возьму сейчас и начну тебя фотонить Вот так поставлю Ты мне не веришь? Да ты петух Че, вообще не веришь? Ну Ладно Вот так Ага, ага, страшно Ну, как бы лол Да я же просто мастер Ну, как бы лол Что там по газу? Да, добывался, добывался Это было видно Секундочку 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 Успеть, 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 успеть Успеть, пожалуйста, успеть Мааааа. Окей. Ну, зато мы убедились в том, что зафотонивание работает А здесь надо было сначала все-таки ставить дома фотонку, а потом гейт и... Хотя, если бы я поставил позже гейт, у него было бы меньше хитпоинтов, так что не факт Ну, может быть, до Нексуса даже Да, до Нексуса, конечно, нужно было спокойно перекрыться и все, не надо жадничать просто в такой ситуации В общем, делаем вывод, первый фотонить абсолютно спокойно можно И на самом деле, очень странно ведут себя зерги, которые вот так вот спокойно не реагируют вообще на происходящее Вот, это вывод первый Вывод второй, ну, естественно, если ты фотонишь, то будь добр Все-таки дома перекрывайся Тут опять же, вот как-то по-другому это все в Легасе выводит В Ходсе, не знаю, я привык к тому, что если ты фотонишь, ты там потом Нексус Ставишь бамбук, куришь, и линги прибегают к тебе через три столетия Все немного по-другому Но это стоит делать поправку, и мы в следующий раз обязательно ее сделаем Ну, а пока давайте Давайте играть дальше с ним же Он, походу, парень, офигист Ну, он сейчас должен рассуждать из серии, что, типа, если я снова в Фотоне, то ему пофиг, потому что Ну, на этой карте Фотоне довольно глупо Поэтому Я, в общем, рассчитываю на то, что я просто спокойно смогу Прохалявить с Нексусом Более того, с Нексус Гид ВМ Ну, давайте, что ли, еще пилон, сразу пойдем поставим Вот здесь И едем разведывать, что там Безусловно, если там раш, то мы не отбиваемся с таким билдом Ну, там Что-то такое Неприятное у нас Я бы не назвал это рашем прям, но Приятного мало С другой стороны Как бы у меня есть пилон и верчак же Может, посмотрим еще Ну, там, понятно, зимки еще дома На случай, если это дроп Зилот мне пригодится Также Определенно пригодятся пилоны верчарджа Если это бендинг бас, то мы делаем достаточно надежную стенку Для того, чтобы он не оправдался Ну и теперь просто ждем Что он будет делать В итоге Со всем этим своим билдордером Тут заранее нужно вообще Продуманную стенку Ну, вроде она достаточно хороша Как я потом, правда, отсюда сам выйду? Ну ладно Господи Как-то выйду Понятно О чем мне пилона-то до сих пор нет Я сидел и говорил себе просто Типа, там, построй пилон, чтобы Если что, ты мог за пилоны верчарджить Минеральную линию Сейчас Там, братья, они ничего не знают Происходящим Хорошо В том плане, что он не знает, что у меня с торги Господи Что я не могу даже Стенка нормальную поставить А, мне, кстати, не нужен был этот клик Какой-нибудь Робо я поставил? Нет Хотел Мне вообще так нравится Эта великая китайская стена Все-все-все Добываю Не сядь здесь Давайте, давайте Вперед Хорошо Уйдем сюда Теперь Два войдре Разлетаются по карте Чтобы убивать Северлордов Вы Идете Вместе с Мазадом Фором Я Нарываюсь на потенциальную Контратаку Но В общем Есть надежда, что Я не будет Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-%-доп-102种 открывает потенциальные 4 избиваем халяву всякую характеры полетели не надо меня об это самое другой страны с другой стороны а что у него там есть после такого слива ну справедливости ради этого не так интересно ладно очень интересно так чё ж против этого то всего строить я чё-то в недоумении но архоны нужны очевидно архонам я вроде и так можно и зараза а тут нечего верчат Продолжение следует... 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 Не знаю, по-хорошему, честно говоря, та фигня, что он делает, она наказывается просто атакой с плюс один нормальной. Поэтому давайте мы, наверное, просто сделаем нормальную атаку с плюс один и... И все. Просто их сделаем. Там ничего не нужно сделать. Тоже какой-то у меня билд, такой полурандомный, но ничего. Точнее, на самом деле в нем логика есть просто. Тайминги не синхронизированы, наверное, те, которые должны быть синхронизированы. Сейчас посмотрим, надо наглухо перекрываться или нет. Наглухо это, если там опять какая-то лажа бесхачили. Ну это просто-то. Все предельно спокойно. Ну тогда просто вот так. Не, это говно стенка, она не работает. А я не знаю, какая эта стенка должна быть. Ну... Придется двумя пилонами как-то перекрываться. Может, кстати, такая будет работать. Не знаю. Так, все. Прячем пробку, делаем просто раш с плюс один и пусть ехает со своими билдами. Не первой свежести. Вот. Он просто не должен убиваться от обычных ЗЁДов. Вся история. Давайте чтоб не было нам забегания. Все дети, прячем сразу нормальную. Д scheint первого года распространяться. Мы здесьoring. 1.1. 1.5. Снимаем тебе льду. Снимаем на красоту. Судьба за право. Бабла до фига. Ничего я в это время не строю. Никакого плюс 1а мне не будет. короче красавчик этим и знаете что на хрена чем у нас такая музыка я понимаю конечно что сейчас будет смотреться странно мне это видится абсолютно адекватным выгодом из ситуации тем более в противне он полетел еще непонятно куда а Походу проканала. Продолжение следует. 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 Ой, вы хоть тут проходите? Ну ладно, хотя бы блинки есть. Понятия не имею, откуда у меня так много повлак, кстати. Главное, хорошая стенка. Да, сколько штамма этой муты, ну? Ну ладно, я здесь. Это не было. Я здесь. 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 Давай забегать. Чё, всё? Халява кончилась? А, ну естественно. да ладно кибернет это просто бесконечные страдания он на золото пошел я надеялся что здесь у меня что-то будет больше нигде ничего не будет кроме зиотов играем элемент которому не шансов ну никаких да пвз вообще не идет просто но тут самом начале думаю не пошло потому что план на игру был один а получилось получилось все совсем по-другому но парень просто сильнее меня играет помочь довольно очевидно по крайней мере по состоянию на здесь и сейчас по состоянию на матчап пвз не думаю что в общем в этом еще есть какие-то сомнения здорово он играет честно говоря все мои билды пока очень слабо адаптированы для игры против масс муты тем более что даже здесь вроде бы так все хорошо было не знаю мне казалось просто иди вперед и убей но он там уже так разожрался очень тяжело вот после ходца на лот в этом плане перестраиваться потому что поменялись не просто какие-то там конкретные тайминги поменялось просто и то как ты оцениваешь игру то есть если ты мыслишь какими-то старыми ватсовскими канонами ты даже толком иногда игру не то чтобы не понимаешь но не очень правильно представляешь то что сейчас происходит на карте изменилось реально очень много всего тут конечно нужно наигрывать нужно просто много играть и будет восстанавливаться этот компонент ну опять же в принципе несмотря на то что мы трижды проиграли одному и тому же игроку я довольно таки хорошо оцениваю эти игры хорошо что мы их сыграли потому что эти игры ну хорошо вообще когда ты три раза подряд играешь один тот же матчап желательно еще конечно примерно против одного и того же миксайна все время разных чтобы более-менее понимать да более-менее понимать как работает то что ты меняешь в своей игре но даже с учетом того что мы играли против разных тем я думаю что это было довольно полезно нужно будет мне очень хорошо подумать над тем что делать против муты потому что с мутой пока просто швахтила понятно ни в каких дисрапторов идти нет смысла как бы изначально ставить старгейт потом подстраивать фениксу можно просто это надо нормально разведывать а значит надо эссентрии рано вместе с ранним старгейтом или кейом а убежать и с и в Но он уже должен улетать. Отлично. Потихоньку, потихоньку. Те гранаты вот тем проще. Противно, что они сбивают, ну, хотя, не, вроде, нужных присталов не сбивают, но, ну, и это зараза. Все, убежал, с концом. Да ты вообще охренел. Королева еще тут. Вот оно что. Вот по какой причине я, оказывается, не смог ничего с ним сделать. Да, ни хрена себе. А как его там доставать? Хрена. Это как-то обидно. Еще что-то уже делать. Он сдохнет или нет, как-то. Слава тебе, гнаслать. Слава тебе. Наши силы будут под атакой. Слава тебе. Ох, да. Ох, да. Что? Ну, ладно. Это было быстро. Это было очень быстро. И... Он очень сильно расстроился. А че он ливнул? У него ЦЦ был. Че, дурачок, что ли? Че он ливнул? У нас одинаково рабов, у него ЦЦ. Какой-то он глупец просто. Ну, серьезно. Че ливый-то был? Ну, убили тебе пару гиллионов. Ну, разложился либератор не там, где нужно. Ну, и... Че с того? Че, это теперь проблема, что ли? Это он мне намекнул, видимо, на то, что я мап-хакер и со мной бессмысленно играть. Слишком скилловый, бла-бла-бла, ко-ко-ко. Ну, это понятно все. Такие отмазки. Мы требуем больше минералов. Мы требуем больше минералов. Мы требуем больше минералов. Еще раз в ВТ играем. Я думаю, ребят, мы начинаем играть до победы. Нас сегодня не слишком много и время уже не самое раннее, поэтому... Будем потихоньку закругляться. На самом деле у нас после этой игры в любом случае еще будет кое-что интересное. На самом деле у нас после этой игры в любом случае еще будет кое-что интересное. Ну, и напоминаю вам, что если у вас есть какие-то вопросы, например, по грядущему близкону, который я буду освещать, то... Готовьтесь их задавать Можете потихоньку сейчас писать Особенно если вы на GoodGame Или на Twitch Там как всегда смотрят полтора человека По полтора на каждом из этих сервисов Ну на Eskort.tv пока не спешите Я думаю, что Успеет уплыть Ваше сообщение Так что пока свой вопрос оставьте На Какой-нибудь наш На какую-нибудь нашу победу Я не знаю, будет ли у нас сейчас победа или нет Мы играем за ВТ Что с одной стороны хорошо, потому что В этом матчапе я хотя бы как-то ориентируюсь Но С другой стороны Тоже довольно Непросто он играется Посмотрим сейчас Еще гадать Риперов никаких не видел Но при этом Я на миникарту не смотрел абсолютно Поэтому то, что я их не видел Очень не значит, что их нет Что-то он вообще не подает признаков жизни Обычно это Ну или Какая-то очень жесткая халява Типа там Семнадцатого ЦЦ Да Либо Сейчас все будет плохо Четыре маленька Ого Почему четыре verified Какой-то Какой-то Всё только ставится В尾 Следия Имбирной Ух Серью Не знаю Четыре Они Простите Есть 這個 Ш nå Но... Я не могу... Оп, что? Нет, ничего Я не могу сказать, что именно меня смещают Ого Мина? О-о-о-о Так... Раз, два Пойдём как-то мальчика перехватывать Как-то не разумеет Как-то не разумеет Очень интересная история О-о-о О-о-о О-о 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 Ну О-о 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 он не похож на человека который очень здорово контролит я вам так скажу пожалуй здесь мы можем попробовать поиграть в макро даже не очень знакомым стиле таком встречи не часто думаю на третий базе мне уже не нужен не нужны спорка и сам как я хотел сказать странно погнали по-моему просто игрок какого-то не очень высокого уровня и все ну типа то что он делает это вообще как бы лишено смысла может это какое-то будет интересное продолжение не знаю но пока не похоже на том да пошел ты ну что я все это не умеет ну что я все это не умеет ну что я все это не умеет у нас тимпака нет здесь порт лоу вот опять ну я ж ну вот ну вот точно я успевал нажать escape ну вот сто процентов я нажал но пинг проклятый что ты будешь делать да теперь вот у меня проблемки зеленые да пока выглядит довольно прохладно с учетом того что я никак не борюсь с медиваками но что резко изменится еще немножко еще немножко мощи вайперов мне нужно все мы готовы вот теперь ты приехал теперь ты приехал что стоит биби дивак что с ними не так я к сожалению не сумел прям убить но думаю что продамажил достаточно для того чтобы что еще все такое чтобы у меня все было дальше хорошо я могу строить слоников бейнов я тоже могу конечно строить но они не нужны мне нужно много 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 слонов можно еще добавить вайперов все это будет с апгрейдами 3-3 парни здесь базы нет у нас все абсолютно шоколадно минералы заканчиваются здесь но это не проблема просто добиваем лимит до 200 и дальше сносим его такой мощной волной ну давайте поставим на всякий случай шпиль поставим здесь хату и поставим здесь хату ну вот теперь мы готовы ну вот теперь мы готовы тебе рабы уже мне нужны? быстро ну хорошо хорошо у меня 200 лимита кстати все это время чтобы вы не думали не туда под шаг сделает я тоже что-то погорячился немножко ну все это вина чили можно тут позаниматься всякими косметическими вопросами все 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 не хочешь еще сдаваться? ну давай я еще муту построю где мой шпиль? ну я не дурак чтоб туда лезть его взломывать понятно где живет все все понятно все понятно какие еще мысли у парня на золото не улететь все 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 о это контратака такая знаете серьезная эмм ладно даже можем на крипе подраться он нам позволяет какая расточительность но все мы талишками добиваем митилаки красиво выводе ну толку того что он меня выманил на мины не было никакого gg мне кажется просто не очень сильный игрок так чисто между нами потому что ну вот как-то вот совсем все что он делал самого начала смотрелось странно и не знаю хотя он тут чуть ли не топ мастер лиги в которой пол находится и хион и прям и баг флиз от очень интересный игрок вот так вот мы и сыграли сегодня что у нас в итоге 7 поражений и 4 победы ну заслуженно я думаю заслуженно мы сегодня на получали люлей собственно говоря я напоследок хотел бы вам рассказать и тем кто смотрит прямо эфир и тем обязательно кто смотрит запись хотел бы рассказать о том что я буду стримить близко он я буду стримить главный ивент который вообще бывает во втором старкрафте и как раз я бы хотел вам во первых показать где вы можете об этом почитать подробнее как вы можете вообще следить за происходящим связанным с близко нам обратите внимание на вот такую вот ссылку в описании моей трансляции есть она на ска 2 тв есть она и на гейме а что с гейма с ним все хорошо гейм жив в общем там где-то в чате тоже была ссылка можете почитать новость которая посвящена как раз наши грядущие трансляции близко на здесь есть расписание обязательно сохранить его себе где-нибудь не потеряйте потому что конечно главный турнир года по второму starcraft лучше смотреть в прямом эфире и трансляции будут проходить на twitch канале battle nation ru вот на этом твич канале куда вы можете зайти прямо сейчас добавить его куда-нибудь себе в избранное чтобы точно не пропустить наши трансляции ну и кроме того мне хотелось бы рассказать вам о том что он наш партнер компания сайбет уже предлагает котировки на первый раунд но это даже не близко на на первый раунд wcs global finals правильнее сказать и я вам скажу что тут есть очень интересные ставки на мой взгляд вот из тех линий которые сейчас доступны наиболее интересной ставка является ставка на победу dream а я думаю я буду в конце каждой своей трансляции в ближайшее время делать какую-то одну ставку и вот прям первое что мне бросается в глаза это возможность поставить на искать или ком-то один dream а с коэффициентом 187 потому что на мой взгляд именно он является коэффициентом в игре против hydra поэтому нашей первой ставкой в рамках возобновления сотрудничества с сайбет будет именно небольшая ставка на искать или ком-то один dream а на его победу в первом раунде собственно здесь видите абсолютно все матчапы ну и над следующими матчапами я думаю мы еще успеем порассуждать поразмышлять как-нибудь следующий раз если вы если вам тоже интересен такой вариант игры во второй starcraft то воспользуйтесь нашей кнопкой кнопкой которая находится в описании трансляции и на из кдв и на гудгейме тоже где-то имеется вот здесь ну я не знаю к сожалению что там с чатом на гудгейме в любом случае с теми кто смотрит запись я прощаюсь спасибо что были с нами подписывайтесь на мой twitter алекс 07 ей чтобы не пропускать прямые трансляции ну и на youtube-канал алекс 07 с к 2 вы вполне возможно уже подписаны так что следите за его обновлением